Мир вам! Слава Господу, что мы сюда собрались, и в этой песне нам наполнилось «Славьте Христа!» Мы пришли сюда, чтобы прославить Его, чтобы та надежда, которую мы имеем на Него, как Христос, победивший плоть в осела десную Бога во славе Отца Небесного. Туда Отец Небесный призвал нам и устроил все чудно так, чтобы мы туда же пришли. Дал нам эти пожелания, стремления, чтобы попасть в ту славу. Много есть славы человеческой. Люди достигают, убивают, враждуют, но Господь не так. Он Себя отдал за нас, чтобы мы, укрепившись Его надеждой, имели это благословение, попасть в ту славу неземную, которую мир, находясь под воздействием лукавого, старается показать и доказать, смотрите, вот она слава, вот он я достиг. Богатство я достиг того, но мы не того богатства достигаем. Слава Господу, что Он нам дал понять это, уразуметь, открыл, и никто не закроет никакие-то богатства наши глаза, уши открыл, к уразумению Писания. Многие, оно закрыто, а мы будем благодарны, потому что оно укрепляет нас, наставляет, направляет и ведет нас. И, открывая Слово Божие, вдохновляемся. Мое желание для начала предложить очень-очень всем знакомое место, которое многие знают наизусть. Это первый псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Сегодня было нам напомнено, чтобы проявить послушание, придя в собрание Господне. Проявить послушание Господу, потому что все это от начала до конца написано о Господе Иисусе Христе, напоминает нам, какими нам быть. «И блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и чем больше мы возрастаем, и мы понимаем, как дорогие эти были слова для Давида, как дороги для нас, какие эти слова, что, как хорошо, когда чего-то я не видел, когда куда-то не стремилась моя душа, не направлял сердце, не наполнил свое сердце тем, чем оно не нужно, тем, что оно сбивает с пути, не помогает, а наоборот, отводит назад. Но Господь чудно нас ведет, и все есть у Него. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет Он, как древо, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист Которого не вянет, и во всем, что Он не делает, успеет. Слава Господу, как мы часто торопимся что-то сделать. Вот она зима наступает и то, и то, и переживаем. А когда, проснувшись утром, в начале недели, мы обратимся к Господу и смотрим, как благоуспешно прошло все. Господь благословил, потому что мы у Него попросили. А когда сами идем, вот оно уже, опять в воскресенье я еще ничего не сделал, то, что хотел сделать. Почему? Почему? А успех мы видим, Господь открывает, когда во всем успеет, что не делает, когда, полагается на Господа, не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Я думаю, здесь часто мы видим, как ветер поднимает пыль на дороге, и даже где асфальт хороший лежит, и только прошел дождик, и немножко солнышка, даже солнышка нет, уже ветер подсушил и поднял эту пыль, и унес, и понес куда? Так и нечестивые везде и нигде. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Господь знает наш путь. Он с нами. И мое желание предложить еще одно место Писания, где записано в Коринфянам, в 6 главе. Попрошу, чтобы каждый нашел что-то для себя. Я не хочу никого-то этим словом обидеть, или возвысить кого-то, или что-то, но чтобы это слово, которое, оно Господне. Каждому найти что-то для себя. Кому-то наставление, кому-то научение, кому-то нужно обличение, чтобы мы приняли, исправили. Я не могу никого из вас знать и видеть, что в вашем сердце, а Господь сердце видит. Доверимся Господу, чтобы наши сердца были Ему угодны. Как смеет кто у вас, имея дело с другими, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли боли и дела житейские? Посмотрите, какую дает даже власть, силу судить ангелов. Каким образом мы будем судить ангелов? Когда мы придем на небо, от какие-то ангелы, которые были на небе, но возгордившись, пожелавшись что-то другого, спали оттуда. Они будут осуждены чем? Как Христос на кресте, сказал, совершилось. Когда мы достигнем вечности, вот это и будет, что мы, не бывши там, но верою, надеждою укрепляемся и достигаем высшего почетного звания быть со Христом в славе Отца Небесного. Это как прекрасно, когда Господь посещает духом, какие мы имеем наслаждения. Как сердце спокойно, какая отрада, какая радость в нем, в нашем сердце. А там будет вечная радость. Слава Господу! А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями, ничего не знающих в церкви. Замечаем это, как люди, чем-то выдающимися своими красотою, силою, красноречием своим чем-то, пытаются кого-то чему-то научить, много видели в жизни, седовласы, не хочу обидеть ничью седину. Но бывают они ничего, слово говорит, не значащих в церкви. Бывают такие, что уже жизнь прожили, о жизни учились только для себя. Только для себя, только для своей похоти, для своей прихоти сделать что-то. Но мы должны для Господа и ближним послужить, как Господу, чтобы было принятно. Потому что есть такое выражение, что когда написано делаем добро, да не унываем. А человек говорит, когда сделал добро, то постарайся вовремя отойти на безопасную дистанцию, чтобы тебя не захлестнула волна благодарности. Чтобы она тебя больно не ударила, эта волна благодарности. Чтобы принять ее, эту благодарность. Понять, что человек просто тебя хотел отблагодарить. Хороший есть у мусульман, когда я был, жил в Средней Азии, служил и приглашали в Душанбе простой народ в свой дом. И когда они угостят, покушаешь, выходишь, говоришь, спасибо. Они, нет, 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 тебе спасибо. Спасибо, не говори нам. Тебе спасибо, что ты пришел к нам, что они тебе сделали добро, накормили, напоили тебя. Еще они говорят, спасибо, что ты дал возможность нам послужить тебе. Откуда вот это зарождено? от Господа. Они тоже дети Господни. Пусть мы отравы идут, но они дети Божьи. Тоже есть спасенные среди них. Тоже вот это семя там есть доброе посеяно. Нам нужно вот это искать, чтобы сеять, чтобы понять, а не так, что я пойду, сделаю тому добро брату, ага, он там работает в таком месте, у меня там работу хорошую, я ему принесу сало, так просто говоря, а он мне поможет там. Это уже лукавство. Сердца наших, чему принадлежат. Слово говорит, к стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими, но брат с братом судится, и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою, для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, или для чего бы вам лучше не терпеть лишение, но вы сами обижаете и отнимаете и при том у братьев. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует, творящий да творит правду еще. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакие, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас. Ну что? Но слава Иисусу Христу, потому что омылись, осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Кто-то скажет, я не блудил. Хорошо, ты судишь по плоти. А как написано, когда через пророка Исаию святой народ, Божий народ, свой, говорит, ты, говорит, мне изменяешь. Твое сердце не принадлежит мне, я тебя воспитал, питал молоком, но ты смотришь туда, смотришь в Содом, смотришь в Амеликитян, берешь у тех, у этих берешь, их не золото берешь, туда несешь. Твое сердце не принадлежит мне, вот это называется блудодейством. Говорят, хорошо, я не дала служить, или у меня нету идола в доме. Такое слово Писание говорит, непослушание то же самое, что волшебство и непокорство, что идолослужение. Детки, дети Божии, все, если непослушание, это уже kind of not right, что-то неправильное. Просто непростое непослушание. Если мы непослушны своим родителям, будем мы послушны Богу. С чего мы начаемся? Сегодня нам напоминают за послушание навык, повод к послушанию. Приходя в собрание, мы уже послушны кому? Себе? Нет, моя плоть устала, я хочу на диване сегодня. Take a rest, сегодня у меня выходной. Вот этот повод к послушанию, прийти в дом Божий, чему-то научиться. Что ты, Господи, хочешь мне дать? Никто, не я, я ничто вам не могу, никакой епископ не может вам ничего дать особенного, все дает Господь, все у Господа, но мы должны послужить друг другу, что-то отсюда передать, как Бог открывает, как помогает. Один может так сказать, другой так, а вот этого именно слова мне не хватало, чтобы понять что-то. Я читал его много раз, а кто-то что-то сказал, одно слово даже ребенок бывает скажет какая проповедь, одно слово оно бывает осеняет мой разум. Господи, как просто, а я не мог понять. У Господа все просто и безупреком дается любящим его, слава ему. Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, оно ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи. Если закончить на этом, что только наедаться нам нужно и все. Ну, что нам говорит дальше текст? Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа и Господь для тела. Здесь открывает, для чего мы должны в другом месте апостол упал, предоставьте ваше тело в жертву живую, благоугодную Господу нашему. Предоставьте для служения Господнего. Не спешитесь связать себя. Поторопитесь в первую очередь научиться от Господа. Он говорит, придите, научитесь от меня, я кроток и смирен к Господу. Давид говорил, дети мои, чему мы учим детей? Давид говорит, дети мои, придите ко мне, чему вас научу? Спраши Голиафа побивать. Я думаю, что если бы не был с ним Дух Господен, вы так же прекрасно понимаете, что этот подросток не мог победить Голиафа. Это там, где Дух Господен. Он с нами. Мы все Его желали, жаждущие дам и залью, как не меру дает Господь Духа. А почему я так слаб? А потому, что я не имею этого желания. А если я не имею желания, я противлюсь кому? Себе. Я противник Господу. Я противлюсь Господней воле, потому что Господь хочет дать. Он послал с неба, каждый сюда пришел. Сюда с неба, чтобы исполнить какую-то волю Господь. Для миссии. Попытались мы сперва спросить у Господа, что я должен сделать? Понять и исполнить волю Его. Или мне бабушка сказала, доченька, тебе нужно скореводное крещение прийти, тебе уже 18 лет, тебе замуж надо. Для чего мы это делаем? Для чего мы учим? Как мы научаем? Давайте будем смотреть. Научаться от Господа. Это слово Он не закрыл для нас. Открыл слава Ему, Господу, Богу, нашему. Оно было закрыто от времен. В Откровениях написано, Он нашелся, который смог снять эту печаль кровью своей. Аллилуйя. Отдал самого Себя полностью для того, чтобы приобрести нас. Возблагодарим Его, достоин славы. Аминь.